Приветствую вас, мне кажется, что вам в первую очередь сейчас нужна поддержка, поэтому я хотел бы вам высказать слова этой самой поддержки, вот я хотел бы вам высказать слова поддержки, я хотел бы вам сказать, что вы молодец, что набрали смелости и, значит, сделали то, что сделали, вот я не думаю, что в текущей ситуации можно было сделать то, что вы сделали как-то, ну, по-другому. Я не думаю, что можно было провернуть то, что вы сделали идеально. Вот поэтому здесь я считаю, что вы большая молодец, вот, что сделали так, как хотели, что сделали то, что хотели, вот, и я считаю, что это действительно серьезный большой шаг вперед, шаг к вашему будущему, несмотря на то, что коллеги могут быть с этим не согласны. отчет. Вот. Значит, это такой аспект. Такой аспект. Следующий аспект, значит, то, что больно. То есть, то, что больно вам, да, и больно старой. Да, и больно. Родители. Надо сказать, что это тоже нормально, потому что боль, это, по сути, проявление, проявление роста, да, проявление развития, ну, вот. И больно означает, что вы развиваетесь, что вы сейчас достигаете какие-то новые для себя вещи, вот. больно означает, что вы идете вперед, что вы растете личностно. также, это поймут ваши родители, то есть, ваши родители тоже, растут, ваши родители тоже развиваются, вот. Смотря на то, что им, конечно, неприятно, вот. Я хочу сказать, что боль, это, в данном случае, нормально. Боль, это, в данном случае, хорошо, вот. Единственное, что выводы нужно правильно сделать, из этого, вот. Единственное, что нужно адекватные выводы делать из этого, вот. и не застревать, вот в этом состоянии, да. Состояние боли, боли. А, соответственно, двигаться, двигаться дальше, двигаться вперед. Потому что, разрывание вам ничего хорошего не даст. Теперь, вы пишите, прошел день, как я ушла от родителей? Ушла, потому что меня ограничили во многом, не хотели понять, не смогли, а, и не смогли показать свою любовь. Ну вот, если, то, если вначале я говорил, что вы молодец, что справились, да, то, что решили на такой шаг, и вы молодец, что все-таки стали самостоятельно, что там вряд ли самостоятельно можно стать бюсболе, вот. А, то, здесь, чувствуется, что вы все-таки еще, ну, не совсем подрослели, да, там что, ну, потому что вы говорите о таких вещах, как, не смогли показать свою любовь, как бы, подразумевая, что любовь должны показывать так, как хочется вам, да, так как вы считаете нужным, а не так, как, к примеру, могут они, что у вас нет принятия полного своих родителей, да, и своей семьи есть обиды на них, на родителей своих, на свою семью, вот. Это, в общем-то, логично, это, в общем-то, адекватно, данная ситуация, я понимаю, что вы обидены и все, но, как бы, вот, то, что вы хотите, чтобы они вам показывали свою любовь, это, к сожалению, очень детская позиция, это очень детское поведение, и надо сказать, что, если вы будете требовать от них того, чтобы они показывали вам свою любовь, я боюсь, что ничего не получится, я боюсь, что ничего не выйдет, в том смысле, что они никогда не смогут показать вам любовь свою так, как вы того хотите, они никогда не смогут показать вам свою любовь так, как вам нужно, потому что это у вас не хватает чего-то. Дальше, когда я приходила поговорить с родителями, они не хотели меня даже служить, а зачем приходили поговорить с родителями, Екатерина, то есть, тут, как бы, объективно, да, тут не разговаривать нужно с родителями, то есть, в этом смысле, разговаривать с родителями вообще бесполезно, потому что, ну, нет, знаете, у родителей, как бы, нет мотива, нет мотива у родителей. Ага, делать, что-то для вас, то есть, нет, нет мотива, к примеру, ну, прислушиваться к вам, допустим, у родителей нет мотива, нет мотива, они в этом не заинтересованы, к сожалению. Вот. Ага, вот, так что, эээ, здесь вот, примерно, такая история, да, и такой момент. То есть, им просто не нужно это делать, им просто, у них просто нет, эээ, необходимости. Вот. Таким образом, мне сложно догадаться, что с ними нужно не разговаривать, а с ними нужно определённым образом поступать. Вот. А, просто действует. А разговоры, это, опять же, по сути эээ, что такое разговоры, да, разговоры это, эээ, потребность, эээ, потребность, эээ, опять же, что-то доказать. Да, но вы никогда не докажете, вы никогда ничего не докажете, если будете действовать вот так. Как действовать? Потому что всегда, всегда родители, они будут видеть, думать, значит, чувствовать, шипать, полагать. Что вы действуете, ну, только, чтобы вот, ну, чтобы что-то им доказать. Им что-то доказать. Вот. И всё. Вот это, как бы, ну, единственная ваша цель. Никакой вот другой цели, да, нет и быть вообще не может. Вот. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Вот. Вот. Поэтому нужны действия. Вот. Ни в коем случае не нужны какие-то, значит, поступки. Вот. Ни в коем случае не нужны разговоры. Вот. Начну именно действия. Вот. Конкретные действия. Нужно. Дальше. Так. Я работаю летом, сняла квартиру, теперь я работаю и живу самостоятельно, родители не верят. Думаю, что съехала к парню, точнее сбежала. Они видят во мне ребёнка, который бежит от всего. Ну, надо сказать, что... Отчасти, отчасти они правы, отчасти не правы, потому что действительно всё это выглядит так, как-будто вы сбегаете обратно. правильно действительно это выглядит так, как будто вы убежите, действительно это выглядит так, как будто вы пытаетесь, ä 같아요, пытаетесь, пытается наhumся убежать, вот, вот всё действительно выглядит так, это не очень приятно, не очень хорошо, но вот. Ну вот, дали я уже взрослый человек, который хочет доказать вам, что могу самое с прочter – нет, взрослые люди никому ничего не доказывают. Экатерина – это вот ваша, наверное, одна из самых таких, таких, серьезных ошибок, взрослые люди никому ничего не доказывают, у взрослых людей нет такой цели вообще, у взрослых людей нет необходимости кому-то что-то доказывать. То есть взрослый человек это, взрослый человек, который, ну как бы, он делает то, что он, к примеру, считает нужным и все. То есть тут у вас возникает ошибка. Значит не ошибка, а противоречие. То есть одно противоречие другому. Взрослые люди никому ничего не доказывают. Если вы хотите быть главным, значит вы руководствует желанием. И соответственно ваши, ваши действия, ваши действия, которые вы совершаете, ваши действия, которые вы совершаете, да, они получаются продиктованы исключительно необходимостью что-то доказать. Это очень такой себе мотив, очень негативный мотив, потому что именно этот мотив, как правильно сказал вам коллега, то есть чем больше вы хотите доказать родителям что-либо, да, тем больше они думают, что вы еще маленько сопротивляются, протестуют, спорят, борются именно с детям. Вот. Одно дело вы ощущать себя от негатива, да, одно дело вот они вас ограничивают, вы не хотите, чтобы вас ограничивали. Тут все понятно. Тут как бы все нормально. И затем другое дело, когда вы уже ради чьего-то мнения, да, ради их мнения, ради того, что им все-то доказать, пытаетесь что-то сделать. Притом что ваши родители в принципе не могут поддаться на ваши доказательства. Это нельзя убедить, потому что, во-первых, если вы их убедите, это означает, что они не ваши родители. Это означает, что их позиция подносит вам вообще неправильно. И для них это будет очень травматично, в том смысле, что вся привычная картина мира их разрушит. Если они и должны понять, что вы взрослые, то происходит это постепенно. По мере того, как они убеждаются в том, что то, что вы делаете, вы делаете осознанно, то, что вы делаете, вы делаете для себя и так далее. То есть, вот этот момент, как бы, по-настоящему. Вот. А-а-а-а-м. Да, все. Идем. Так, вчера семья узнала, что у меня нет дома и прошла записку. Опять же, не очень понятно, как она узнала, что вас нет дома. Если вы, вроде как, пишите, что они думали, что вы съехали к парню, сбежали, то есть, им понятно. Им было больно, как и мне. Почему вам было больно? А-а-а-а, вот раз делать, я не планирую, пока они мне начнут верить, понимать, принимать меня взрослым человеком, а не ребенком. Не начнут, не должны все которые. То есть, знаете, здесь парадокс в том, что они вас начнут принимать, ну, что так вот, как вы хотите, да, тогда, когда вы сами себе это все разрешите, когда вам не понадобится кто-либо для этого, когда вам не понадобится какое-то, э-э-э, ну, разрешение какого-то со стороны, тогда это все будет. Но, когда это произойдет, то возвращаться в дом родителей, тем более, вы не захотите, потому что вы привыкнете жить самостоятельно уже. И с родителями жить вам уже не захочется. И все, что вы сможете, это взаимодействовать с ними на немножечко другой основе, на немножечко других основаниях. Потому что все, что вы сможете, это, как бы, взаимодействовать с ними больше, как на разных либо, а может быть на, ну, допустим, допустим, вы, 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 вам придется взаимодействовать с ними так, как они, например, смогут. То есть вам придется принимать их, с позиции, вам придется принимать их, ну, точку зрения. Вот, вам придется просто смириться с тем, что они вот такие, и что они по-другому не могут. Вот. То есть вы здесь, условно говоря, как бы, вы здесь, так сказать, озвучиваете сценарий, которые, в принципе, мало, мало рядом, мало рядом, и противоречит сам себе. Правильно ли я поступаю? Ну, соответственно, я думаю, что я ответил вам на этот вопрос, да, то есть в чем-то правильно, в чем-то нет, в чем-то, в чем-то вы поступаете, присущие детскому национализму, юношескому, ну, вот. То есть это нужно обязательно избирать, да, стоит ли жить какое-то время дальше. Вот скажите, разве взрослые люди спрашивают? Разве взрослые люди интересуются, что им делать? Нет. Вы взрослые люди сами, знаете, как поступать, что делать? Вы сами чего хотите? Ну, вот вы, вы на себя и ориентируетесь. Вы на себя ориентируетесь. Не надо ориентироваться на, как бы, нас. Вам вот люди разные скажут, да, то есть вот, к примеру, я вот вам, например, говорю, там, такие вещи, да, а другие люди скажут вам, там, что-то другое, да, то есть вот коллеги, например, ну, допустим, Александр Ковальчук, да, он говорит, там, совершенно, ну, не совершенно, но немножко другие вещи, понимаете? Ну, вот, то есть это зависит исключительно, сколько людей, только я обращаюсь к вам, я обращаюсь к тому, что хотите вы, я обращаюсь к тому, что важно вам. Вот, я хочу, чтобы вы на этом свое внимание заострили, в первую очередь, именно на то, что ценно, на то, что необходимо, на то, что хочется вам, понимаете? Вот, а не на том, стоит ли, это как раз таки позиция, к сожалению, детская, это детская позиция, когда вы говорите, что, вот, ну, стоит ли мне там сделать так-то или так-то, вот. К сожалению. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Нужна ли вам помощь? Ба, нужна обиды на родителей, не принятие себя, неуверенность в себе, проблема личных границ, это все такие вещи, которые, которые необходимо с вами прорабатывать. Вот. Нужна ли вам помощь? Дали? Ну. Да. Вправите себя сами. Нет, ну, вы будете жить отдельно, конечно, будете прогонять через боль, и много будет потрачено сил, впустую, впустую. Мне кажется. Абсолютно, безусловно. Вот. Этого сухого можно, в принципе, избежать. Вот. Вот так. Вот так. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.